Рентгеновские снимки, которые шокировали докторов. Необъяснимые звуки. Самые разрушительные катаклизмы и горы, которые в разы опаснее Эвереста. С вами ТОП ХАЙП и это час фактов, которые взорвут ваш мозг. ШУМО! Шаровая молния. Начнем с явления, о котором все вы наверняка знаете. Все хотя бы раз слышали про шаровую молнию, феномен которой выглядит как светящееся и плавающее в воздухе образование. Кто-то даже видел его, однако до сих пор никто не может объяснить, что именно представляет собой шаровая молния, как и почему она возникает и как протекает само явление. Существует множество гипотез ученых, но ни одна из них не доказана на 100%. Причем это не какое-то новое явление. Свидетельства о шаровых молниях появились еще в Древней Греции. Все, что известно о шаровых молниях, это то, что когда они пролетают, то оставляют за собой шлейф с запахом серы. Шаровые молнии обычно возникают так же быстро, как и появляются. Некоторые люди уверяют, что шаровые молнии способны проходить сквозь стены. Это похоже на правду. Есть сведения, что в 80-х годах прошлого века шаровая молния пробила фюзеляж самолета. Также шаровые молнии движутся непредсказуемо, словно ими кто-то управляет. По этой причине они представляют собой опасный неизученный феномен в мире. Ученые пока что в сомнениях, поскольку у них не должных измерительных приборов. Судя по всему, тайну этих молний мы разгадаем не скоро. Вспышки при землетрясениях. Недавно, в начале февраля этого года, в Турции произошло чудовищное землетрясение. Мощнейшие подземные толчки разрушили сотни домов и даже уничтожили некоторые города, забрав в жизни тысяч людей. Об этом знают все. Но что многие упустили, так это то, что турецкое землетрясение сопровождалось загадочными вспышками в небесах, как будто сверкали молнии или что-то в этом роде. Но что же это такое? Небесная кара в действии? На самом деле, такое произошло не в первый раз. Подобные вспышки перед землетрясениями фиксировались и раньше, в самых разных местах по всему миру. Эти вспышки появлялись в небе над местом тектонической активности. Например, над эпицентром землетрясения. Это точно не небесная кара, но тогда что же, это до конца неизвестно. У ученых есть лишь предположения на этот счет. Согласно одной из версий, вспышки возникают при обилии напряжения на некоторых горных породах, которые возникают в результате давления. В итоге породы высвобождают электрический заряд, который движется вверх с большой скоростью и взрывается в воздухе, образуя вспышку. Но это лишь теория. Возможно, истина в чем-то другом. В любом случае, узнать правду будет не так просто, ведь далеко не все землетрясения сопровождаются такими вспышками. Феномен не только загадочный, но еще и редкий. Не все феномены должны быть динамичными. Следующий феномен из этой подборки не появляется и не исчезает, как те же шаровые молнии или вспышки при подземных толчках. Он статичен, но от этого не менее интересен. Патомский кратер – это объект, расположенный в Сибири. Он представляет собой одно из самых загадочных явлений и мест на планете. Кунусовидный холм составляет 40 метров в высоту и 180 в диаметре. Он похож на лунный кратер. Нашли его в 1949 году, и он тут же удивил всех и озадачил. Откуда он тут появился? Почему вокруг него полно растительности? Вопросов много, но точных ответов на них пока что нет. Кто-то считает, что Патомский кратер – это след от кометы, которая не была зарегистрирована. Кто-то считает, что в это место попала аномально сильная молния. А кто-то думает, что кратер представляет собой остатки древнего вулкана. Есть и более экзотические версии. Например, что это кратер от ядерного оружия, которое применили еще в 19 веке. Ну а некоторые считают, что Патомская аномалия связана с потусторонними силами или инопланетянами. В любом случае, загадка до сих пор не раскрыта, поэтому предлагаю вам написать свои версии в комментариях. Гул в земле Знаете то неприятное чувство, когда где-то неподалеку от вас раздаются низкочастотные звуки? Это что-то вроде глубокого баса. Он звучит негромко, но быстро начинает раздражать, давить на уши и нервную систему. Хорошо, что обычно такие звуки быстро затихают. Но есть на земле места, где подобные шумы практически постоянные. Гул в земле – это еще один необъяснимый и опасный для здоровья феномен. Особенно часто непрерывный низкочастотный шум слышат в США и Северной Европе. Самый известный из них – таусский гул в американском штате Нью-Мексико. Несколько раз его удавалось записать на аппаратуру. Местные описывают шум по-разному, но в основном все говорят, что этот звук похож на шум дизельного двигателя, который работает в холостую. Есть и другие подобные шумы, например, Виндзорский гул в Канаде или Окландский гул в Новой Зеландии. Все эти шумы психологически истощают людей, которые их слышат, и плохо влияют на их физическое состояние, лишая их возможности спокойно жить. Что же насчет версий? Их несколько. Одни ученые считают, что источником гула является высокое атмосферное давление. По другой версии – это работа газопроводов. А согласно третьей, причина кроется в электромагнетическом излучении. Представьте, вы идете по улице, как вдруг начинается необычный дождь. Это не какой-нибудь грибной дождь или осадки в виде животных. С неба начинает падать липкая субстанция. Звучит, как сюжет какого-нибудь фильма про апокалипсис. Но это всего лишь очередное странное явление. Из-за особенности феномена его прозвали «звездным желеем», иначе его называют «астральным желе». Это не новый феномен. О «звездном желе» известно минимум с 14 века. Но даже за 7 веков ученые так и не смогли понять, что это вообще такое. Большинство ученых полагают, что «звездное желе» – это часть внутренних органов жаб и лягушек, на которых охотятся птицы. По мнению исследователей, птицы не могут переварить их. И поэтому они оказываются на Земле в виде такой субстанции. Допустим. Но почему такое желе иногда падает в огромных количествах в одном месте? Это как-то странно. В этом плане куда логичнее звучит экзотическая версия про космос и инопланетное происхождение этих липких осадков. Кто знает, может это инопланетяне пытаются так установить с нами контакт? Время покажет. Напишите в комментариях свои версии насчет феноменов, про которые я вам рассказал, и смотрите дальше. Я расскажу вам о других необычных, опасных и странных феноменах и местах, которые на этот раз ученые все же смогли объяснить. Хиллер. Хиллер – это удивительное место и необычный феномен. В общем, два в одном. Это соленое озеро, которое находится на юго-западе Австралии. И да, вы все правильно поняли. Оно необычно из-за своего уникального розового цвета. Таким оно стало не из-за того, что туда сливали какие-то химикаты или что-то в этом роде. Изначально считалось, что причина розового цвета в солености озера. Но позже стало ясно, что главная причина – это микроорганизмы, которые там живут. В озере обитают специфические водоросли и бактерии, которые придают Хиллеру необычный розовый цвет. Кстати, помимо них в водоеме никто не живет, ведь Хиллер не просто соленое, а невероятно соленое озеро. Настолько, что большое количество соли кристаллизируется даже на его берегах. Впрочем, купаться в озере можно. Это не запрещено и не опасно. Главное – не открывать глаза под водой. Не менее интересный феномен можно встретить и на другом озере. Оно называется Эйбрахам и находится в Канаде. На самом деле это не озеро, а водохранилище, созданное при строительстве плотины. Но это не главное. Если летом Эйбрахам выглядит как самое обычное озеро на планете, то зимой происходит настоящее чудо. Вода застывает, и подо льдом появляются пузыри. Кажется, что мифические водные создания пробуждаются зимой и начинают пускать пузыри. Кто-то сравнивает явления с летающими тарелками, которые упали в воду и замерзли. Также с некоторых ракурсов кажется, будто сотни медуз плавают под ледяным озером. Как ни крути, феномен выглядит удивительно. И никакие это не медузы или НЛО, а пузыри. Правда, необычные. Это пузыри метана. Они появляются, когда сухие листья, трава и животные, оказавшись в воде, тонут и становятся пищей для бактерий, выделяющих метан. Метан выделяется в виде пузырей, которые замерзают. Это явление, кстати, не только красивое, но и опасное, ведь метан легко воспламеняется. Если разбить лед и попробовать поджечь пузырь, он загорится. А иногда и вовсе может произойти взрыв. Продолжаем тему водных феноменов. На этот раз это будет именно феномен, а не какое-то конкретное место. Причем феномен очень интересный. Познакомьтесь, это водяной смерч. Это такой же торнадо, только в воде. Если обычный торнадо достаточно распространенное явление, то водяной смерч встречается не так часто. В отличие от обычного смерча, который разрушает города и деревни, водяной смерч медленнее вращается. Намного меньше в диаметре и длится не так долго. Обычно не дольше получаса. Но не думайте, что это явление безобидное. Да, небольшие водяные смерчи вполне безопасны. Сквозь них даже можно проплыть на лодке. Но вот крупные водяные смерчи способны засосать в свою воронку корабль, лодку или пловца, поднять воздух и швырнуть в воду с большой высоты. Правда, опасность он представляет только в море. Когда такая воронка выбирается на берег, то она очень быстро теряет свою мощь и скорость. Есть не только необычные торнадо, но и необычные радуги. Ведь мы как привыкли. Радуга должна быть разноцветной и без всяких исключений, верно? Но природа так не считает. У нее есть удивительный феномен под названием туманная радуга. Еще ее называют белой или бесцветной, потому что в ней, собственно, нет тех самых семи цветов. Ученые объясняют явление следующим образом. Когда мы видим цветную радугу, солнце находится у нас за спиной, а перед нами находится слой капелек воды, отражающих его свет. Поэтому в большинстве случаев мы видим радугу во время или вскоре после дождя. А вот туманная радуга образуется в полосе тумана, который тоже состоит из воды. Однако в этом случае капли меньше. Они не могут преломлять свет так же, как крупные дождевые. В результате большинство цветов теряется при прохождении через них, и радуга обесцвечивается. В основном такое чудо природы можно наблюдать над болотами, в горах или над открытым морем. И напоследок предлагаю вам взглянуть на невероятный феномен с участием животных. Думаю, вы все видели косяки рыб, которые куда-то плывут. Но видели ли вы такие колоссальные косяки? Ход сардин – это удивительное и захватывающее явление. С конца мая по конец июля у юго-восточного берега ЮАР миллиарды сардин совершают миграцию. Их так много, что сверху они напоминают какое-то огромное пятно. А в некоторых случаях ход сардин видно даже из космоса по спутникам. Порой гигантский косяк рыб вытягивается до 15 километров в длину и 3 километров в ширину. С юга сардины движутся на север, на нерест, после чего уходят в Индийский океан. Что интересно, сардин мигрирует не всегда. Ученые считают, что для такого грандиозного события должна опуститься температура воды в океане. Ход сардин ежегодно привлекает внимание не только туристов, но и морских животных. Ведь у них появляется возможность как следует насытиться. Морские котики, акулы, дельфины и даже некоторые птицы ждут миграцию сардин, выслеживая рыб, а затем едят их в огромных количествах. Уверен, вы все еще не забыли про землетрясение, которое произошло в начале февраля в Турции и также затронуло Сирию. Это был по-настоящему жуткий катаклизм. Огромное количество жертв, разрушенные города, многомиллиардный ущерб и так далее. Многие даже могут подумать, что это было сильнейшее землетрясение в истории. Но это не так. Его магнитуда составила 7,8 баллов. Это очень много, но у лидера этот показатель гораздо выше. Я говорю о Вальдивском землетрясении, которое больше известно как Великое Чилийское землетрясение. Оно произошло в мае 1960 года, недалеко от города Вальдивия. Его магнитуда составила 9,5 баллов. Это буквально максимально возможное землетрясение из всех, а также непревзойденный лидер. Чилийское землетрясение ощущалось на огромной территории, площадью 200 тысяч квадратных километров. Также землетрясение вызвало цунами, которое достигало 10 метров в высоту и дошло даже до Японии. То есть оно прошло весь Тихий океан. Разрушения были катастрофическими. Вся Вальдивия была практически полностью разрушена. Земля покрылась огромными трещинами. От многих зданий остались лишь руины и обломки. Множество дорог в разных населенных пунктах были разрушены. По всем канонам такое землетрясение должно было прикончить десятки, а то и сотни тысяч человек. Но этого не случилось. Жертв было куда меньше, поскольку самые мощные толчки пришлись на малозаселенные местности. В основном люди пострадали от цунами. Цунами это вообще, пожалуй, самое разрушительное природное явление, которое только есть в мире. Даже волны высотой 5 метров способны уничтожить целое побережье. От 10 до 15 метров это уже совсем критично. Но что насчет цунами высотой в сотни метров? И я не преувеличиваю, такие действительно бывали. И не только в доисторические времена, когда по земле ходили динозавры. В середине 20 века произошло самое огромное цунами в современной истории, когда в заливе Литуя на юго-востоке Аляски сошел ополозень. В воды залива обрушилась целая груда камней и льда, что спровоцировало гигантское цунами. Его высота достигала 524 метров. Это почти на 200 метров выше Эйфелевой башни. По идее, такой цунами должно было уничтожить Аляску. Но все оказалось не так плохо. Место было почти не заселено, а вода пошла не в сторону материкам. Поэтому лишь 5 растали жертвами. Куда более разрушительным и ужасным было известное цунами в Индийском океане 2004 года. На побережье Индонезии, Таиланда и Шри-Ланки вырвались волны высотой от 5 до 10 метров. Адская волна пожирала все на своем пути. Все небольшие строения. Первые этажи зданий, автомобили и прочее стали частью волны в считанные секунды. Даже смотреть на эти кадры жутко. Сложно осознать, что испытывали люди, которые были в этом аду в этот день. Цунами было настолько аномальным и мощным, что нанесло ущерб даже странам в тысячах километров от эпицентра. Но даже несмотря на разрушительную силу цунами 2004 года, оно и близко не стоит рядом с самым крупным стихийным бедствием в истории человечества. Таковым стало наводнение в Китае. Многим может показаться, что наводнение не настолько страшное, как цунами. Все просто постепенно наполняется водой и есть время, чтобы спастись или обезопаситься. Но это не так. До происшествия в стране царила сильнейшая двухлетняя засуха. Когда она закончилась, наступила снежная зима. За ней оттепель и безумный сезон дождей и циклонов. Осадков было так много, что природа попросту с ними не справлялась. Крупнейшие реки страны вышли из берегов. И всего за несколько месяцев уровень воды в Китае вырос более чем на 15 метров. Просто представьте, каково это, когда вода поднимается на уровень пятого этажа и держится так долгое время. Множество людей не ожидали такого и не смогли подготовиться и спастись. Тем, кто спастся, пришлось очень непросто. Они передвигались на лодках, сбивались в тесные группы на оставшихся участках земли и страдали от начавшегося голода. Весь урожай затопило. Общее число пострадавших может превышать 50 миллионов человек. Как по мне, это бедствие было максимально приближено к легендарному всемирному потопу. Хунго-Тонго Обычно извержение вулкана длится несколько дней. Но вулкан Хунго-Тонго решил не торопиться. Он извергался около месяца. С декабря 2021 по январь 2022 в государстве Тонго в Тихом океане. Пик извержения пришелся на 14-15 января. Вулкан бомбанул так сильно, что выбросил в воздух столб дыма и пепла длиной 58 метров. Этот рекордный выброс можно было увидеть даже с орбиты невооруженным взглядом. По мощности извержения на этом этапе можно сравнить со взрывом нескольких сотен атомных бомб. Хоть Тонго и находится далеко от многих из нас, поверьте, последствия ощутят все. Ученые считают, что извержение Хунго-Тонго может стать причиной охлаждения климата. Подобное, кстати, уже происходило в 1815, когда в Индонезии извергся вулкан Тамбора. Это стало крупнейшим вулканическим извержением в истории человечества. Мощь была чудовищной. Вулкан буквально взорвался и разлетелся на части. Обломки взлетели на 40 километров в высоту, а в сам воздух выбросило несколько миллионов тонн обломков, которые превратились в пыль. Создали пленку в атмосфере и начали отражать солнечные лучи. Последующий 1816 год стал самым холодным с начала документирования подобных наблюдений. Его даже называют «год без лета». Извержения вулканов могут спровоцировать не только огромные выбросы пепла, дыма и цунами. Еще одним последствием может стать оползень, причем оползень немыслимых размеров. Именно это произошло с вулканом Сент-Хелленс в американском штате Вашингтон. С марта 1980 года вулкан начал понемногу просыпаться, и к 18 мая проснулся окончательно. В тот день вулкан буквально уничтожил сам себя. Во-первых, он выплюнул стол пепла на высоту 24 километров, накрыв им несколько штатов в той или иной степени. Во-вторых, извержение было настолько мощным, что вулкан буквально раскололся. Образовался крупнейший оползень в истории человечества, который покатился вниз с невероятной скоростью 250 километров в час. Огромный оползень снес часть горы и открыл путь лаве, которая стала извергаться вверх и вбок. Вниз покатился бесконечный поток камней, деревьев, обломков и лавы. В городе, расположенном в 400 километрах от вулкана, видимость днем упала до 3 метров, а в 145 километрах от Сент-Хелленса выпал слой пепла толщиной в 12 сантиметров. Все, кто был вблизи от вулкана в момент извержения, не выжили. Пережить катаклизм такой разрушительной силы попросту нереально. Изабель США могут похвастаться еще одним рекордным катаклизмом. Хотя слово «похвастаться» тут не очень корректно, ведь что хорошего в том, когда катаклизм уничтожает территории и уносит множество жизней? Думаю, по названию вы уже поняли, что речь пойдет об урагане. Им нередко дают красивые женские имена. Изабель стал самым мощным и смертоносным тропическим циклоном, который поразил Северную Америку. В сентябре 2003-го ураган сформировался в начале месяца в Атлантическом океане. Как это обычно бывает с ураганами, свою силу он показал не сразу. Изабель постепенно разрастался, креп и становился все мощнее. И уже через несколько дней максимальная скорость ветра в его вихре достигала 270 км в час или 75 метров в секунду. Урагану присвоили наивысшую категорию. Многих жителей Северной Америки спасло лишь чудо. Им повезло, что на своем пике ураган бушевал в океане, а не на материке. В Штаты он зашел уже более слабым. Но даже той силы сполна хватило, чтобы уничтожить многие населенные пункты. Само собой, разрушения после такого катаклизма были оценены в миллиарды долларов. На восстановление последствий ушло много времени. Северная Америка известна еще одним разрушительным катаклизмом – торнадо. Именно здесь торнадо встречаются чаще всего, и нередко они отличаются невероятными разрушениями и мощью. Но что интересно, рекордный торнадо бушевал не в Америке, а в Южной Азии, а конкретно в стране Бангладеш. 26 апреля 1989 года здесь возник смерч, который назвали Даулатпур Сатурия. По названиям городов, которые пострадали сильнее всего, как и в случае с китайским наводнением, причиной катаклизма стала сильная засуха, которая держалась в регионе около полугода. Торнадо стал по-настоящему адским и невероятно быстрым. Даже ураган Изабель кажется обычным ветерком на его фоне, ведь скорость ветра Даулатпур Сатурии достигала 350 км в час. Сама воронка достигала 2,5 км в ширину. Торнадо прошел около 80 км через бедные районы и трущобы Бангладеш. Направление движения было на восток, через Даулатпур к северо-востоку, и к концу пути смерч вошел в Сатурию. Само собой, такой природный феномен стал разрушительным. 80 тысяч человек остались без крова, 12 тысяч были ранены, и около 1300 стали жертвами. Это самый смертоносный смерч за всю письменную историю человечества. Ежегодно в мире возникает немало различных пожаров. Многие из них вообще проходят незаметно, и о них быстро забывают. Но недавние австралийские пожары поставили на уши всех. Еще бы! Около трех лет назад не просто горела Австралия. На наших глазах творилась история, ведь эти жуткие лесные пожары стали самыми разрушительными за все время. Они бушевали на юго-востоке страны. Пожары начались в августе 2019 и закончились в начале 2020. За эти несколько месяцев адский огонь уничтожил 18 миллионов гектаров леса. Насколько это много? Что ж, это 180 тысяч квадратных километров. Для сравнения, такие страны, как Уругвай, Тунис или Греция, меньше по площади, чем то, что уничтожили австралийские языки пламени. Местным жителям было по-настоящему жутко. Им приходилось буквально продираться сквозь адское пламя, соседствовать с ним, надеясь, что оно не зацепит их дома. И спешно эвакуироваться, когда огонь подбирался ближе, австралийские пожары стали рекордными в плане выброса дыма. Его было так много, что он буквально обогнул весь земной шар. К сожалению, не обошлось без жертв среди людей. Однако их было не очень много, куда сильнее пострадала фауна. Ученые считают, что австралийские пожары унесли на тот свет более миллиарда самых разных животных. Долина Смерти Долина Смерти находится в пустыне Мохаве в американском штате Калифорния. Средняя температура летом тут уверенно держится на отметке выше 30 градусов Цельсия. Нередко столбик термометра поднимается тут до 40 градусов. Но это даже близко не предел. В 1913 году здесь был зафиксирован рекорд в западном полушарии. 56,7 градусов Цельсия в тени. Теперь вспомните, насколько бывает жарко в месте, где вы живете. И осознайте, насколько это много. И да, повторюсь, это температура в тени, которую тут не так просто найти, ведь Долина Смерти достаточно открытая. На Солнце же все намного жестче. Поверхность земли, которую припекает Солнце, может нагреваться до 93 градусов Цельсия. Неудивительно, что в этом месте можно даже поджарить яичницу без всякой плиты. Конечно, это будет не так быстро, как на обычной домашней плите, но за 15 минут яйцо будет готово к употреблению. Такая адская температура в долине объясняется тем, что она находится в окружении горных хребтов. По факту это просто огромная чаша, которая поглощает солнечные лучи. Однако это не предел. Долина Смерти рекордсмен лишь по кратковременной температуре в конкретный период. Если же брать среднюю температуру, то Долину Смерти уделывает Данакель. Это удивительная впадина в Эфиопии. Одного взгляда на это место достаточно, чтобы понять, это какой-то ад на земле. Данакель даже выглядит так, будто находится не на нашей планете. Здесь все противоестественно. И ландшафты, и ядовитые пейзажи, и токсичные элементы. Да и температура тут тоже ненормальная. В течение лета она никогда не опускается ниже 40 градусов и может запросто достигать 60-70 градусов на Солнце. Хоть сюда часто приезжают туристы, тут никто не живет постоянно. Оно и понятно. Как можно нормально прожить при такой температуре, когда тебя еще и окружают действующие вауканы, лавовые озера, опасные соленые озера и едкий воздух. Но раньше тут было поселение под названием Далол. Сейчас оно заброшено и представляет собой что-то вроде призрачного города. Далол считается самым жарким поселением на всей планете. Есть у Данакеля и Долины Смерти еще один конкурент. Пустыня Дэш-Тэ-Лут в Иране. Это одно из самых раскаленных мест планеты. Обжигающий песок Дэш-Тэ-Лута разогревается до 71 градуса Цельсия. Гулять в такой пустыне босиком просто нереально. Это все равно, что идти по раскаленной сковороде. А вот на машине с кондиционером тут ездить можно смело. Что и делают местные жители и туристы. После этих историй про жаркие места хочется охладиться. Поэтому предлагаю переместиться в полностью противоположное место. Самое холодное на планете. Естественно это Антарктида. Все знают, что Антарктида очень холодная. Мало кто знает, но в Антарктиде бывает и плюсовая температура. Более того, тут иногда даже бывает очень тепло. Всего пару лет назад в одном месте тут вообще были рекордные плюс 18. Можно было даже загорать. И все же в основном в Антарктиде холодно. В среднем летом тут от минус 25 до минус 45 градусов. А зимой столбик термометра может показать минус 70. В некоторых местах тут и вовсе невыносимый холод. В этом плане славится антарктическая станция Восток. Именно тут в 1983 году был зафиксирован мировой рекорд. Минус 89,2 градуса по Цельсию. Рекорд не побит до сих пор, однако не все так однозначно. Дело в том, что рекорд был зафиксирован наземными приборами. Спутники же говорят, что рекорд Востока был побит уже неоднократно. Например, в 2010 спутники зафиксировали температуру минус 93,2 градуса по Цельсию. А пять лет назад появилась информация, что в одном из районов Антарктиды похолодало до минус 98. Просто представьте, почти минус 100 градусов. Чтобы вы лучше осознавали масштабы, средняя температура на Марсе около минус 60 градусов по Цельсию. В любом случае, ученые больше привыкли доверять наземным приборам, потому что они более точные. Так что рекорд Востока все еще не превзойден. Кстати, Антарктида может похвастаться еще одним климатическим рекордом. Тут дуют адские ветра. Самое лютое можно испытать в бухте Содружества. Она же бухта Коммонвеллс. В этом месте почти невозможно ходить, а если выйти на улицу без защитных очков, можно лишиться зрения. Тут все время дует штормовой ветер, скорость которого превышает 55 метров в секунду. Рекордные порывы достигают почти 90 метров в секунду. Чтобы вам было более понятно, даже 10 метров в секунду это уже неприятно. В такую погоду не просто передвигаться и что-либо делать на улице, а тут в 9 раз больше. Есть на Земле еще одно интересное ветреное место. Гора Вашингтон в американском штате Нью-Гэмпшир. На вершине этой горы сложно не просто двигаться, а даже стоять. Люди буквально сносят ветровыми потоками. Еще бы, они могут превышать 100 метров в секунду. Речь идет о рекордных потоках, но и в обычные дни гора Вашингтон хрещет всех своими адскими ветрами и заставляет за что-либо цепляться и держаться. Мне только интересно одно, как при таких ветрах на горе построили все эти наблюдательные пункты и здания? Рекордными могут быть не только какие-то места, но и сами природные феномены. Предлагаю перейти именно к ним, ведь будет еще интереснее. Смотрите дальше, чтобы увидеть самые невероятные тайфуны и ураганы. Узнать о странном землетрясении, а также увидеть чудовищную мощь и последствия лесных пожаров. Думаю, все помнят события начала февраля этого года, когда Турцию и Сирию потрясли мощное землетрясение. Катаклизм унес жизни десятков тысяч людей и разрушил целые города. Но одним жутким днем все не закончилось. Страны продолжают периодически трясти, хоть и не так сильно. Это авторшоки или повторные подземные толчки. Иногда они длятся днями, иногда месяцами, иногда десятками лет. Это знают на своем опыте жители американского города Энтиад. На протяжении многих поколений они испытывают последствия землетрясения, которое произошло тут в далеком 1872-м. Тогда в центральной части штата произошло сильное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Все вскоре утихло, да и авторшоки прекратились, но только не в Энтиаде. Прошло уже более 150 лет, но город все равно продолжает периодически немного потряхивать. Это самый продолжительный феномен авторшоков в истории. Ученые уже долгое время пытаются разобраться в странном феномене, но пока что они еще не могут понять, почему повторные подземные толчки повторяются и когда они могут закончиться. Тайфун Тип Тайфун это очень жуткий разрушительный тропический циклон. Даже небольшой тайфун способен разрушить множество домов, перевернуть кучу машин и загубить немало жизней. Что уж говорить о тайфуне, диаметр которого превышал пару тысяч километров. Да, километров, а не метров. Тайфун под названием Тип показал, что природа способна и на такое. Диаметр этого разрушительного феномена составил около 2220 километров. Это невероятно много. Для сравнения, протяженность границы между Мексикой и США чуть больше 3100 километров, а протяженность целого Пекина 107 километров. Короче, этот тайфун был каким-то аномально огромным. Сформировался, кстати, он в 1979. В начале октября он был еще небольшим, но уже через неделю разросся. Набрал невероятно большую скорость и прошелся над Тихим океаном. Центр тайфуна прошел над Японией. Тип вызвал огромное выпадение осадков, что привело к гибели 55 человек. Но это и близко, не тот ущерб, что причинил следующий катаклизм. Речь идет об урагане под названием Йен. Многие из вас слышат о нем впервые. А ведь он очень свежий. Ураган бушевал в сентябре прошлого года. Он стал самым разрушительным и рекордным катаклизмом 2022. Ущерб этого безумного катаклизма превышает 110 миллиардов долларов. Йен сформировался 23 сентября в Атлантическом океане из-за тропической волны. За несколько дней он набрал мощь, существенно увеличился в размерах и ударил по Западной Кубе. После этого ураган немного потерял свою силу, но вновь усилился, как только переместился в юго-восточную часть Мексиканского залива. Там ураган стал только больше и мощнее. И в конце сентября он обрушился на западное побережье Флориды. Шторм, проливной дождь, завылывающий ветер. Все это испытали на себе многие жители Флориды. Ураган Йен обесточил немалую часть штата. Миллион жителей остался без электричества. Шторм затопил населенные пункты и разнес кучу домов. Но что самое ужасное, он унес жизни более 160 людей. И еще тысячи пропали без вести. Ураган Йен стал рекордным в прошлом году. А также вошел в топ-5 самых разрушительных ураганов в истории Америки. Ладно, может про ураган Йен вы не слышали, зато наверняка помните австралийские пожары. Те самые, которые бушевали в начале 2020-го перед пандемией коронавируса. Многие люди запомнили эти пожары как одни из самых жутких и разрушительных, что они видели за всю жизнь. И с этим не поспоришь. Зрелище было по-настоящему страшным. Но феномен запомнился не только огнем, но и рекордным дымом и смогом. На самом деле, сами пожары в Австралии начались еще в 2019-м. Они бушевали на юго-востоке страны на протяжении примерно полугода. Эти пожары стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Они сожгли 18 миллионов гектаров леса и уничтожили более 2,5 тысяч строений. Также австралийские пожары заполонили мир дымом, причем буквально. Дыма было так много, что он облетел всю землю. Дым начал маршрут с востока Австралии и через 2 недели вернулся в Австралию уже с запада. Особенно сильно это дымовое путешествие ощущалось в Новой Зеландии. Ведь именно в ту сторону дул самый мощный дым, пока он не ослаб. Задымлены были и другие страны и города. А смог в некоторых местах оставался около полугода, что стало рекордом. Кстати, вы знали, чем закончились австралийские пожары? Прекратить невероятный катаклизм помог проливной дождь, который прошелся по восточному побережью страны. За спасение и обилие осадков его даже назвали ливнем столетия. А следующий феномен, о котором я вам расскажу, можно назвать не только ливнем столетия, но и ливнем тысячелетий, даже миллиона лет. Причем буквально. Дождь реально шел миллион лет. Было это очень давно. Примерно 230 миллионов лет назад, когда землю как раз начали заселять динозавры. В какой-то момент произошел эпизод, который вошел в историю как корнийское плевиальное событие. В районе современной Канады произошла серия крупных извержений, вследствие чего пошли дожди. Дождь шел днями, неделями, месяцами, годами и в итоге так затянулся, что прекратился лишь спустя миллион лет. Некоторые ученые и вовсе считают, что дождь шел два миллиона лет. Погода в Лондоне или Санкт-Петербурге ничто по сравнению с тем феноменом. Ведь дождь не просто шел так долго, он был еще и кислотным. Период повышенной влажности продлившийся миллион лет привел к гибели третьих всех видов, обитавших в море. На суше также вымерли бесчисленное количество растений и животных. Однако в результате корнийского плевиального события появились и новые виды. Также именно благодаря этим невероятным осадкам и изменению облика планеты, к власти на долгие миллионы лет пришли динозавры, которые потом долго правили землей. Вы когда-нибудь задумывались о том, как жили не обычные древние египтяне, а их богатые представители? Та же золотая молодежь, у которой были высокопоставленные родители. К сожалению, пока нет информации об их жизни, но зато есть кое-что о смерти таких ребят. Вот эту мумию не так давно обнаружили ученые. Они не хотели вскрывать ее и смотреть, что там внутри. Понимание того, что все может оказаться чрезвычайно хрупким, спасло находку. Она и правда была очень ветхой. Одно неверное движение могло сломать что-то внутри и замести следы истории. Для расследования археологи воспользовались рентгеном и узнали, что внутри саркофага находился мальчик, которому на момент гибели было ориентировочно 15 лет. Он не имел совершенно никаких следов жестокой смерти, болезней или чего-то еще. Все прошло вполне естественно. Стоит отметить, что его хоронили в сопровождении 49 амулетов, 21 из которых был разного типа. Все они были расположены в три столбца внутри самой мумии и между складками ее оберток. Почти каждая из реликвий была сделана из золота, что в очередной раз подтверждало высокие ранги родителей мальчика. Также важно отметить, что многие амулеты были на своих местах не просто так. Например, во рту мальчика специально поместили амулет с золотым языком, чтобы он мог говорить в загробном мире. Ван Гог – уникальный художник, единственный в своем роде. Чего стоит одна его история с ухом? Такие люди всегда могут преподнести сюрприз даже после своей смерти. И ровно так и произошло в 2022 году. Шотландские ученые анализировали картину «Голова крестьянки в белом чипце» и нашли под ней ранее неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога. Обнаружить его удалось, как вы понимаете, при помощи рентгена. Эксперты распознали на безымянной работе знаменитую шляпу, шейный платок и левую сторону лица художника. Этот автопортрет оказался одной из шести экспериментальных работ Ван Гога, пять из которых были написаны на обратной стороне более старых полотен. Повезло, что художник использовал для них краски другого цвета. Винсент не любил использовать исключительно новые холсты, поэтому спокойно мог рисовать работы на обратной стороне уже использованного холста, экономя тем самым деньги. Ценители искусства оказались в затруднительном положении, так как им теперь нужно было каким-то образом отделить одну картину от другой. Сделать это проблематично из-за того, что автопортрет провел под слоями клея и картона более 130 лет. Обычная семья проснулась рано утром, чтобы собраться и отправиться всем по своим делам. Родители пошли готовить завтрак, в то время как их 12-летний сын зашел в ванную комнату и начал приводить себя в порядок. Если родители понимают, что ходить на работу нужно при любых условиях, что от этого зависит жизнь всей семьи, то вот ребенку школа может надоесть, и это нормально. Однако не нормально то, как именно он решил разнообразить скучные будни. Желая испытать новые ощущения, 12-летний парень решил использовать вместо зубной щетки ножницы. Ему они показались более удобными. К сожалению, он выронил их в самый неподходящий момент и проглотил. Даже страшно представлять, в каком состоянии находились его родители, узнавшие о случившемся. Они быстро направили его к местным врачам, эти сделали соответствующие снимки и принялись извлекать инородный предмет. К счастью, все обошлось, и подросток не пострадал. Странные предметы с помощью рентгена часто находят внутри организма. Китаец прибыл в клинику для лечения язвы. Но перед тем, как приступать к этому процессу, врачам было нужно провести рентген его органов. Даже трудно представить, каково было их удивление, когда они нашли внутри легких гвоздь. Самое забавное, что инородный объект совершенно никак не мешал китаецу жить. Он даже не узнал бы о нем, если бы не рентген. Конечно, после того, как это стало известно, ему провели быструю операцию, в ходе которой извлекли не только сам гвоздь, но и небольшую часть легкого, которая была поражена этим объектом. Как позже рассказал сам мужчина, некоторое время назад он работал плотником на стройке. И в один из дней, когда он забивал гвоздь, ему пришлось держать другой зубами. Как казалось, это было плохой идеей. Если вы думаете, что история с гвоздем была невероятно опасной, то вы ошибаетесь. Она даже близко не стоит с тем, что произошло с этим мальчиком из США. Его зовут Дариус Форман, и когда ему было 13 лет, он помогал своим двоюродным братьям строить дом на дереве. Мальчики общались, веселились и придумывали пароль, по которому они будут впускать внутрь только людей из близкого круга. И как-то все настолько сильно закрутилось, что Дариус потерял равновесие и свалился с нескольких метров прямо на спину. Вслед за ним полетела доска, которую ребята пытались прибить. Она попала ему в голову и вонзила в нее крупный шуруп. Как позже выявили врачи, отклонение острого предмета буквально на миллиметр могло бы повлечь за собой кровотечение и гибель на месте. Но все обошлось. Форман явно родился в рубашке, поскольку его тут же доставили в хирургическое отделение, сделали снимок и извлекли все инородное из его головы. Если одни люди случайно проглатывают тот же гвоздь или оказываются в ужасной ситуации, то вот эта девочка сама сделала себе проблему. Она отправилась купаться. Казалось бы, что может пойти не так, но зависимость от гаджетов заставила ее оставаться с любимыми часами даже в воде. Она не могла с ними плавать, так как они не были защищены от попадания влаги, поэтому ей пришлось поместить их в рот. Поначалу все было хорошо, но потом ей в нос внезапно залилась вода. Произошла естественная реакция организма и часы были проглочены. Врачи ждали около 30 часов, пока аксессуар пройдет по пищеварительному тракту. Но в конечном итоге без хирургического вмешательства не обошлось. В 1996 году частный коллекционер приобрел статую Будды с целью ее отреставрировать. На ней появились маленькие трещины и сколы. Когда реставратор снял постамент, перед ним предстало странное зрелище. Взгляд коллекционера уперся в неопознанный объект, обмотанный чем-то вроде древнего бинта. Внутри реставратор обнаружил две подушки и свиток, который покоился между ними. Записка сообщала, что находка – это мумия просвещенного монаха, мастера Лю Цюаня. При жизни он руководил китайской школой медитации. Свиток также говорил о том, что Лю Цюань достиг высшего уровня просвещения – нирваны. В этой позе его замуровали внутри статуи. Ни один человек в здравом уме не поверил бы этой записке, однако. Что-то в глубине души все же заставило коллекционера вернуться к этой мысли. В итоге мужчине пришла в голову здравая идея – обратиться в медицинскую клинику и провести рентген этой статуи. Так он и сделал. Статую поместили внутрь классического томографа и принялись сканировать. А теперь представьте лицо всех скептиков, перед которыми всплыла картина загадочного человека, а точнее его силуэта, виднеющегося внутри нее. Некто в позе лотоса действительно находился внутри. Неужели записка не обманывала, и этот монах действительно достиг нирваны? В любом случае, узнать это наверняка уже не представляется возможным. Большинство свитков внутри статуи слишком хрупкие, и достать их просто нереально. Тем не менее, нашлись и те, кто, по их мнению, разбираются в этой мумии лучше других. Речь о китайских крестьянах, которые сразу же, как только услышали эту новость, стали обращаться к правительству Нидерландов и требовать вернуть монумент на родину. Они подчеркивали, что монах при жизни служил в одном из храмов небольшой деревеньки Янчунь. Всем известно, что высочайшей горой на земле является Эверест. Его высота составляет 8848 метров. Но, несмотря на это, Эверест покоряли уже кучу раз. Гора Канкар-Пунсума существенно ниже Эвереста. Ее высота составляет 7570 метров. Однако, ее еще никто не покорил. Эта гора, расположенная в Бутане, является наивысшей непокоренной вершиной в мире. Что интересно, всего 100 лет назад этой горы даже не было на картах. Ее впервые описали в 1922 году. Гору мистическим образом не смогли заметить участники первой картографической экспедиции. По их словам, горы попросту не оказалось на предполагаемом месте. В эту историю не поверил бы никто, если бы точно такая же ситуация не повторилась в 1983 году с группой альпинистов, решившихся на первое восхождение. Собственно, именно в 1983 году в Бутане разрешили альпинизм, и смельчаки начали пытаться покорить Канкар-Пунсум. Всего было предпринято 4 экспедиции, однако ни одна из них не достигла вершины. Всякий раз им мешали обильные снегопады и плохие условия. В 1994 году Бутан запретил восхождение на горы высотой более 6000 метров из-за уважения к местной вере. А в 2003 альпинизм в стране был полностью запрещен, поскольку до этого на вершину Канкар-Пунсума никто не взобрался. Гора, видимо, навсегда останется непокоренной. Но почему все же гору не смогли покорить до 2003 года? Все же снегопад – это не самое плохое, что может произойти при восхождении. Плохие условия не мешают регулярно покорять тут же Эверест. Почему же они так мешают альпинистам покорить Канкар-Пунсум? Теоретики считают, что в этом замешаны таинственные силы. По их мнению, гора скрывает внутри базы нескольких инопланетных рас. Подтвердением такой гипотезы выступают свидетельства местных жителей о многочисленных посещениях пика неопознанными летающими объектами. Нечто подобное говорят и о Кайласе. Это еще одна таинственная и непокоренная вершина. Она расположена в китайском Тибете и является высочайшей в своем регионе. Высота Кайласа составляет чуть более 6600 метров. Прилично, но для топового альпиниста такая высота вполне под силу. Тем не менее, на вершине горы еще никто не бывал. Все альпинисты, которые пытались сделать это, рассказывали, что восхождение на Кайлас труднообъяснимое и очень тяжелое. Будто что-то или кто-то мешает им карабкаться наверх. У ученых нет объяснения этому феномену. Однако, местные жители уверены, что причина в том, что Кайлас является центром мироздания, а на вершине горы обитает бог Шива. По их мнению, подняться на вершину невозможно из-за силы Шивы, которая резонирует в горе. С местными жителями согласны теоретики и уфологи, которые добавляют от себя, что гора Кайлас может быть не горой вовсе. Если взглянуть на Кайлас, то можно заметить ее пирамидальную форму. Горани сориентированы практически идеально по сторонам света, как и в случае с египетскими пирамидами. Теоретики считают, что Кайлас – это рукотворная постройка, оставленная неизвестной цивилизацией или даже инопланетянами. Возможно, именно поэтому вершину никто не покорил и не покорит. А что считаете вы? Правда ли Кайлас и Конкар Пунсум связаны с неизвестными цивилизациями и инопланетянами, или их нереально покорить по другой причине? Поделитесь мнением в комментариях и смотрите дальше, ведь впереди вас ждет подборка самых опасных гор планеты и кадра из гор, которые вы должны увидеть. Анапурна Анапурна с санскрита переводится как «богиня плодородия». Хотя правильнее было бы назвать эту гору «адской вершиной» или что-то в этом роде. Вообще, это не отдельная гора, а горный массив. Его самой высокой точкой является гора Анапурна. Именно эту гору часто называют самой опасной на планете. Уровень смертоносности среди альпинистов за все годы восхождения здесь достигает 32%. По сути, каждая третья попытка восхождения летальна. Сейчас эти цифры меньше, но еще несколько десятилетий назад чуть ли не каждый второй альпинист навсегда оставался на склонах Анапурны. Основная причина – лавины. Здесь они крайне непредсказуемые и очень мощные. Дополняется все это неустойчивой погодой, а также ужасным рельефом. Один альпинист из Америки охарактеризовал эту вершину так – сплошная опасность, полностью покрытая льдом. Интересно, что несмотря на это, именно Анапурна стала первой горой высотой более 8000 метров, куда впервые взобрался человек. Это удалось сделать экспедиции из Франции в 1950 году, состоявшей из двух человек. Чтобы спуститься, они потратили 14 дней при этом. В результате получили сильные обморожения. Все знают про Эверест, но намного меньше людей знают о том, какая гора является второй по высоте в мире. Это Ка-2 или Чагари. Ее высота составляет 8614 метров. Чагари также известна как Дикая гора, поскольку она считается чуть ли не самой сложной в мире в плане восхождения. Покорить эту гору зимой практически нереально. Впервые это сделали лишь в январе прошлого года. До этого ни одна попытка не увенчалась успехом. Но и летом покорить Чагари крайне трудно. До 2018 года примерно каждое четвертое восхождение заканчивалось трагично. Все потому, что взобраться на эту гору гораздо сложнее, чем даже на гигантский Эверест. Несмотря на это, многие альпинисты стремятся покорить эту гору. Для некоторых из них покорение Чагари – это даже более крутое достижение, чем покорение Эвереста. И учитывая сложности, это неудивительно. Следом за Чагари идет Канчинджанго. Причем буквально, ведь это третья по высоте гора в мире. Если точнее, то речь идет о вершине под названием Канчинджанго-главное. Высотой 8586 метров. Как и многие другие высочайшие горы в мире, Канчинджанго находится в Гималаях. Альпинисты ее одновременно боятся и хотят покорить. Но сделать это крайне трудно. На Канчинджанге постоянно плохая погода. А также часто происходят сходы лавин. 22% восхождений заканчиваются трагично. Гора абсолютно безжалостная. Как говорят альпинисты, если с остальными горами мира действует простое правило, согласно которому технологические новинки снижают смертность, то на Канчинджанге технический прогресс безразличен. Кстати, Канчинджангу часто называют горой женщиной, согласно непальской легенде. Гора с трудом принимает мужчин, а женщин и вовсе практически не терпит. Несмотря на то, что восхождение начались еще в начале 20 века, первая женщина взобралась на вершину лишь в 1998-м. Ей стала британка Джиннет Харрисон. Правда, вскоре она скончалась при попытке покорения Дхаллагири. А вот и она. Непальский горный массив Дхаллагири. Его главная опасность. Вершина Дхаллагири-1. Ее высота составляет 8167 метров, что делает Дхаллагири-1 седьмым по высоте восьмитысячником мира. Санскриты от Дхаллагири переводятся как Белая гора, но... Среди арпенистов она известна как Гора Людоед. Многие люди, пытавшиеся покорить Дхаллагири, так и не вернулись домой. Джиннет Харрисон была лишь одной из многих жертв горы. Смертность при восхождении составляет 16%, и главная тому причина – частые и очень мощные лавины. Именно поэтому вершину горы покорили даже позже, чем Эверест. Особенно опасной считается южная сторона Дхаллагири. Она совершенно неприступна и не приспособлена для подъема, поэтому восхождение по ней сродни самоубийству. Лишь восьмая по счету экспедиция добилась успеха. Нанга Парбат Нанга Парбат является одной из самых опасных гор в мире. Около 22% восхождений заканчиваются трагично. По подсчетам, за все время здесь не стало около 400 альпинистов. Основные сложности там возникают примерно на середине восхождения. С южной стороны высотой 4600 метров находится очень узкий хребет, и чтобы добраться на вершину горы, нужно его преодолеть. Помимо этого, гора очень крутая. В том плане, что в некоторых местах она принимает практически вертикальное положение, поэтому многие альпинисты срываются и падают вниз. Ну и лавины. Куда же без них? Они тоже существенно осложняют восхождение. Эйгер Не все опасные и жуткие горы находятся в Азии. Есть они и в Европе, правда там их намного меньше. И все же, например, гора Эйгер вполне может потягаться в плане опасности со многими восьмитысячниками Гималаев. Эта гора расположена в Бернских Альпах. Ее высота составляет чуть меньше 4 километров, и по сравнению с гималайскими гигантами, Эйгер – настоящая кроха. Для топовых альпинистов 4 километра – это детская высота. Тогда что же тут опасного? Несмотря на не самую большую высоту, Эйгер очень сложный в плане покорения. Эйгер впервые упоминается в документах 13 века, однако впервые взобрались на него лишь в 1858-м. Долгое время никто даже не предпринимал попыток добраться до вершины. Это попросту казалось невозможным. Все дело в том, что в последней части маршрута 2-х километрового склона на альпинистов раз за разом скатываются ледники и куски твердой породы. На Эйгере всегда нужно быть на чеку. Этот ледяной ад в любую секунду может прикончить зазевавшегося альпиниста. Бандха Брак Вернемся в Азию, ведь все-таки именно здесь расположены самые пугающие вершины мира. Очередная из них Бандха Брак. Это остроконечная и сильно изрезанная вершина со сложным рельефом, которая расположена в Пакистане. Она известна как самая опасная и сложная вершина во всем Каракаруме. Вершина действительно очень трудная для покорения. Первое удачное восхождение произошло в 1977 году, а последующее лишь в 2001, 24 года спустя. Причем первое восхождение никак нельзя назвать успешным на все 100%, а точнее нельзя назвать успешной всю экспедицию. При спуске оба альпиниста, покорившие вершину, получили серьезные переломы и подхватили пневмонию. Дорога назад заняла у них неделю. Все это время их хлистал сильнейший ветер со снегом, а один из альпинистов буквально тащился до лагеря на коленях и ползком. Неудивительно, что за всю историю Бандха Брак покорялся лишь трижды, а еще десятки восхождений оказались неудачными. Ну и нельзя не рассказать про Эверест. Это самая известная гора в мире, а вместе с тем и высокая. Целых 8848 метров нужно преодолеть, чтобы добраться до желанного пика. Несмотря на невероятную высоту, Эверест покоряли более 10 тысяч раз. Его покоряют регулярно, но это, конечно, не означает, что восхождение очень простое. Эверест стабильно входит в списки самых опасных гор планеты. Множество альпинистов замерзают и навсегда остаются на склонах Эвереста. Забрать их тела с собой обычно невозможно. Самый известный памятник Эвереста. Тело альпиниста в зеленых ботинках, которое лежит на высоте 8500 метров уже 25 лет. Это жуткое зрелище красноречиво напоминает всем восходителям, что за красоту покорение Эвереста нужно платить. А под конец давайте глянем самые жуткие видео, снятые на камеру. Начнем с чего-нибудь более лайтового. Например, с пауков. Это только начало, ведь дальше все будет страшнее и страшнее. Здесь мы видим достаточно крупного паука-охотника, который пробрался в дом. Оператор снимает его, и паук резко бежит на него. Это было настолько неожиданно, что оператор даже выронил камеру. Его можно понять. А тут мы видим обычную землю. Немного песка и куча небольших камешков. Кажется, больше ничего тут и быть не может. Но смотрите внимательно. Оператор проводит щеткой, и будто из ниоткуда возникает шестиглазый песочный паук. Его яд, кстати, крайне опасен для жизни. И как теперь жить после таких видео? Теперь вообще что ли на землю не наступать? Ладно, перейдем к реальным страшилкам и трэшу. Начнем с клоунов. Кто вообще сказал, что они классные, добрые и могут развеселить детей? Как по мне, они могут лишь дико перепугать. Парень просто ехал по ночному городу. Как вдруг увидел страшного клоуна с шариками и картонкой, на которой написано «бесплатные обнимашки». Я бы с таким жутким клоуном точно не стал обниматься. Он втопил педаль газа, когда пугающий клоун начал приближаться к нему. Одно дело – встретить клоуна где-то на улице, возле магазина и так далее. И совсем другое – наткнуться на него прямо на пороге своего дома. Камера в дверном звонке засняла реально жуткие кадры. Ночью на крыльцо поднялся клоун. Странный человек немного поглазил на дверь и окна, а затем рванул с места и сбежал. Сложно даже представить, насколько неприятно и страшно было пересматривать эти кадры домовладельцам. А вот еще один страшный клоун, который выходит действовать ночью. Как по мне, эти кадры даже еще более пугающие. Если тот клоун двигался и вообще скорее напоминал городского сумасшедшего, то этот просто бездвижно стоит у дома и смотрит в одну точку. Вскоре он начинает включать какой-то светильник, словно приглашая людей из дома выйти к нему. И еще несколько кадров с жуткими клоунами. Этот поднялся на крыльцо и уставился в камеру. Я бы точно не брал шарик у такого клоуна. Но это вовсе какой-то Джокер из психбольницы. Он подсвечивает свое лицо и дико пугает своим ненормальным поведением. Кто знает, может ночью и у вашей входной двери кто-то занимается подобным. Эти ребята отправились в старое здание окружной тюрьмы и прихватили с собой камеру и свет. Они хотели заснять ночные интерьеры жуткого места и просто поиграть в охотников на привидений. Они превзошли все свои ожидания. Когда этот парень проходил возле одной из тюремных камер, в окошке что-то промелькнуло. В самой тюрьме парень этого не заметил, но когда пересматривал запись был шокирован. Посмотрите, в отражении виднеются некие очертания, напоминающие лицо человека. Это точно не отражение самого парня и не артефакты на камере. Уж слишком четкие очертания. Но тогда что это? Некоторые люди предположили, что это призрак заключенного, который скончался в этой тюрьме. Призрак выглядит так, будто оценивает парня. Как бывалые заключенные осматривают новоприбывших из своих камер. Как во мне, это неплохая версия. Но что думаете вы? Напишите в комментариях. У вас бывало такое чувство, будто за вами следят? Будто кто-то пристально смотрит на вас? Уверен, с этим чувством все знакомы. Кто знает, может за вами следят прямо сейчас. Ну или смотрят в окно вашего дома или квартиры, как в случае с этим парнем. Он заснял, как поздно ночью в его окно смотрел какой-то странный и криповый парень. Причем это было не впервые. По словам автора, наблюдатель следил за ним три ночи подряд. Это было неприятно, но в целом терпимо. По мне, этот ролик куда более криповый. Девушка проснулась и поняла, что на нее уже долгое время смотрел странный мужчина. Он выглядывал из-за угла дома и разглядывал ее спальню. До этого он уже названивал ей в дверной звонок. Как только он увидел, что его снимают, он решил уйти. Если вы дома, то посмотрите в окно или дверной глазок. На всякий случай, все может быть еще хуже. Возможно, за вашей дверью или под окнами никого нет, но за вами все равно могут наблюдать. Может, прямо сейчас кто-то прячется у вас в квартире или доме? Может, этот кто-то уже несколько дней или недель живет у вас, а вы об этом даже не знали? Это звучит дико, но такое бывает. «Посмотрите на этого парня по имени Джо». Он решил установить камеру видеонаблюдения на кухне после того, как начал замечать, что его вещи лежат не на тех местах. Что-то куда-то пропадает. И что происходит, что-то странное. Чуйка не подвела его. Глубокой ночью камера засняла девушку, которая спустилась откуда-то с потолка. Она очень осторожно и тихо пробралась в кухню. Поела и утолила жажду. В один момент она даже чуть не спалилась. Джо зашел на кухню, ей пришлось срочно спрятаться. Как только девушка закончила свои дела, она забралась обратно наверх. Это что-то в стиле фильма «Паразиты». Невероятно, что такое бывает. И что в доме могут жить чужие люди, о которых даже не подозреваешь. История закончилась хорошо. Джо отсмотрел видео, позвонил в полицию. И таинственную соседку арестовали. В это время она жила в небольшой коморке на чердаке. Следующее видео едва ли поддается какому-то объяснению. Семейная пара ехала по дороге через парк, а вдруг наткнулась на очень странную картину. Десятки людей в парке просто замерли на месте. Кто-то стоял у деревьев, кто-то у самой дороги, а кто-то посреди лужайки. Они были словно заморожены. Никто не двигался. Кто-то из вас может подумать, что это массовка, и тут снимали какой-нибудь фильм ужасов или что-то вроде того. Автор видео тоже так подумал, но никакой съемочной группы не было. Не было ни камер, ни света, ни микрофонов. Что же это тогда? Сбой в матрице? Собрание секты или общее помешательство? Или же этот парк необычный и представляет собой феномен, который невозможно объяснить? Что думаете? На этих кадрах мы видим обычный японский офис. Девушка занимается своими делами. Работает, как вдруг с другого стола падают бумаги. По камерам видно, что упали они неестественным образом. Однако, девушка особого внимания этому не придала. Но уже вскоре начался сущий кошмар. В стуле начали двигаться сами по себе. Девушка вскакивает, пытаясь убежать, но тут же падает. Вдруг что-то еще начинает тянуть ее прямиком в темноту. Неизвестно, что именно с ней стало и что вообще это было, но... По одной из версий, в ту ночь девушка столкнулась с Йо Каем, сверхъестественным существом из японской мифологии. Не стоит думать, что все самые жуткие моменты происходят только ночью. Нечто необъяснимое может запросто произойти и средь бела дня, как в этом случае. На этих кадрах, снятых во Вьетнаме камерой видеонаблюдения, мы видим обычный дворик. Ничего не происходит. Картинка статичная, как вдруг в кадре что-то появляется. Какая-то темная, едва заметная аномалия пронеслась по дорожке и исчезла за кадром. Что это было? Может это был глюк самой камеры? Или все-таки мы имеем дело с чем-то совершенно другим, потусторонним и необъяснимым? Ладно, давайте отвлечемся ненадолго от паранормальчины и посмотрим на это видео, которое недавно произвело фурор в интернете. Как сказал автор, он услышал какой-то скрип в районе потолка и решил проверить. Вскоре он увидел гигантскую змею, которая торчала из потолка. Мужчина тут же позвонил спасателям и начал снимать все на камеру. Достать змею было трудно, поэтому спасатели начали разбирать потолок. Вдруг один из спасателей ударил по потолку и тот сломался. Люди увидели не одного, а сразу двух огромных питонов. Это были сетчатые питоны. Эти змеи не ядовитые, но самые длинные на планете. Конкретно эти особи были около 4-5 метров в длину. И это даже близко не предел возможности этих рептилий. В общем, такой неожиданный поворот всех удивило, напугал, но самое главное, что все хорошо закончилось. Спасатели поймали меньшего питона. Более крупным удалось убежать в заброшенный дом по соседству, но в итоге и этот нарушитель спокойствия был пойман. Группа друзей отправилась исследовать заброшку. Дом был старым, в нем было темно, и друзья не знали, что именно они хотели найти, поэтому просто шли по зданию с камерами и фонариками. В какой-то момент кто-то из ребят зашел в коридор и начал снимать потолок. Видимо, он хотел заснять люстру, но в кадр попало кое-что интереснее. Посмотрите внимательно. С потолка на ребят смотрело жуткое создание, которое то ли было в маске, то ли выглядело как смесь инопланетянина и привидения. Как и в случае с тем парнем, который вел съемку из тюрьмы, ребята заметили эту деталь уже при просмотре кадров. Наверное, это к лучшему. Представьте, какая у них была паника, если бы они рассмотрели это жуткое лицо той ночью в страшном заброшенном месте. Два друга, Уилл и Брайсон, проводили время в доме, как вдруг выглянули в окно и увидели странную фигуру в лесу неподалеку. Ребята тут же врубили камеру и побежали на улицу, чтобы заснять таинственного незнакомца. Парни разделились и упустили его из вида. Ну а вскоре фигура вновь показалась. Это нечто медленно шагало между деревьев и сильно перепугало ребят. Что интересно, спустя два года уже подросшие Уилл и Брайсон заметили эту же фигуру в лесу, когда играли с собакой. Но этот раз фигура пряталась. Вскоре видео оборвалось. Скорее всего, это было одно и то же создание. Одетая в черное, высокое, с длинными конечностями. Но кто или что это был? Слендермен, Чупакабра, Йети или просто очень странный человек, который любит пугать детей? Ну и напоследок предлагаю взглянуть на видео, от которого может стать больно. Тут не будет привидений или жутких созданий, а лишь этот парень, который может поворачивать голову почти на 180 градусов. Это выглядит одновременно впечатляюще, невероятно и очень пугающе. Представьте, каково было бы встретить такого парня на глухой улице поздним вечером. И как только у него не сломалась шея. Ну а в комменты напишите, на каком видео вы испугались. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!